то что вы увидите основано на реальных событиях итак привет мой случайный зритель ты находишься на моем канале про хавчик и бухлишка сегодня я тебе расскажу и покажу как сделать офигенную закуску шашлыку эта закуска будет состоять из двух компонентов очень простых делается очень быстро на коленке заменит любую закуску и так это нас состоит из чего состоит нас из соуса соус на основе томатной пасты я его называю шашлычный он подходит шашлыку и соответственно ко всему что приготовлено на костре рыба картофель сосиски паты практически все а второе блюдо это у нас маринованный лук и вообще рецепт бомбический так что приступим давайте начнем сразу сделаем наш соус шашлычный в общем берем наливаем сюда водички водички я налью пока 200 до где-то 200 грамм наливаем включаем плиточку нашу и добавляем полную банку томатная паста ну тут у нас грамм 300 наверно потому что тут точно рецепта нету вы можете регулировать регулировать прогресса густоту любите погуще побольше положили пожиже поменьше водичку обязательно горячую наливаем чтобы сразу наши просто растворилась томатную пасту обязательно берите хорошую на этом не коммунте возьмете какой плохой типа там какая цена еще чуть каких-то дней какие-то на просто будет отвратительный вкус просто так меньше у нас уже под закипать на что я напоминаю очень и очень быстро готовится это друзья что мы делаем мы добавляем сюда сахар чайную ложку соли соль обычно пол чайной без горки лучше говорится не досолить чем пересадить потому что потом мы можем добавить по вкусу ориентируемся добавляем уксус какой есть у меня яблочный 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 по вкусу нету яблочного обычно добавляем две чайные ложки включаем опять поехали взяли поперчили помещаем что красиво поверьте да ты не кетчупа и суша шашлычно вкуснее любого самого дорогого кетчупа вкуснее гораздо не поедет как почему я закуска сказал потому что смотрите ребята я еду на шашлыки шашлыки это подозревает что мясо а мясо сколько много поэтому я стараюсь дополнительно ничего не готовить во что ну зачем что-то готовить если мы едем кушать мясо значит мясо даже много на из своего вдоль конечно это все зависит от корчевика многие ребят чтобы побольше было все наелись 2 кило мясо 2 кило картофеля я этого не придерживаюсь конечно да естественное в летнее время всегда овощи на костре также поджали помидоры лаклажаны ладвичаны перцы на зимой можно соленья опять же по вкусу и надо знаете летом соленье хочется не хочется вижу такое тоже бывает и лук и лук маринован это самое главное для чего вот как я его кушаю допустим я мясо там люля купаты берем армянский хлеб кладем наше мясо туда посыпаем наши маринованным лучком поливаем вот этим шашлычным соусом заворачиваем просто пальчики ничего другого не надо можно есть 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 очень такая вкусняшка особенно если под холодную самогончик это вообще бомба бомба не передать слова кинзу и чеснок сюда добавляем и все оставляем в сторону даем остыть но лучше все настояться часика три минимум и все можно употреблять пищу это такой соус и на зиму не надо это вот вы сделали сегодня завтра снили я делаю сегодня завтра шашлык вообще будет изумительно и вообще супер и так надо нам наш соус попробовать на соленый сок вот он у нас посмотрите друзья как тут получился аккуратно чтобы не обжить ну 6 глаз алмаз ничего не надо вообще дорогой хотя хотя участвую чувствую что можно чуть-чуть щепотку соли берем наш чесночок кинзу было на все очень офигенский и красиво если вы будете поострее конечно может за перчиком добавить на такую дочку она не очень любит я не кладу перец я положу маринованный лук на хватать просто отдельно можно в себе в лаваш завернуть перец отдельно стручков красный зеленый такой был половиночку забираем как добавили кинзы перемешали добавляем базилик вот у меня сушеный если у вас есть свежий вовки свежий можете слишком много не надо потому что слишком сильно вкусу базилика чтобы не перебивал и соответственно хмыли сунели куда же без него но это в конце и мы не варим не готовим а просто когда готово блюдо добавляем перемешиваем так как на соус горячий специя раскроется и отдаст свой сделайте ребята попробуйте удивитесь как же это офигенно а пока я сейчас сделаю маринат для лук 3 чайной ложки опять же у нас уксус яблочный сахар уберем ну вот на кончике и соли соли тоже не переборщить совсем и все это размешиваем размешиваем чтобы быстренько нам нужно растворить соль сахар быстренько режу перчик перчик по вкусу смотрите я его нарезаю немножко острый был красиво вы нарезать а столько сколько вам нравится больше и не надо потому что у меня три луковицы вот видите наверно глаз делаю вы тоже смотрите как он нравится делать я делаю полу пальцами и берем обязательно вот так вот вот наш лук разбираем у ребята глаза горят и пец да кстати если лук очень злой ну такой знаете вот порежьте и попробуй на горечь вот берем вот это вот горький раз он горький но надо будет его как говорится ошпарить типа . дать чем горечь ушла поэтому ребята прежде чем мариновать пробуйте на вкус чтоб потом не разочароваться это попробовал он прямо горечь у меня идет у этого лука на слева части битком да и так друзья берем наш лук высыпаем дуршлаг и честно отдадим кипяточку все друзья мои кипятком отдали горечь думаю ушла вот наш лучок сейчас наш уксус растворился солью сейчас его обольем берем наш перчик нашу кинзу добавляем сюда вот аккуратненько руками перемешиваем и так друзья смотрите не прошло и полгода наш соус соус готов наш лучок готов на все про все с момента как начали делать и готовы кушать три часа надо нет не готовить три готовится ну прям я не знаю 15-20 минут чтобы настоял вкусом чтобы напитался и лучок промариновался чуть-чуть и соответственно вкус у соуса появился все друзья попробуйте будет шикарно реально всем аппетитно кому понравилось ставьте лайк кому нет дизлайк ну и подпишитесь по-братски да ладно пока пока пи 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 Продолжение следует...